Брак это отстой Нам как будто не хватает разлук Если я умру раньше тебя Су-е-фа Ну все, теперь понял куда попал Колян, колледжио, колледж Вот ты, Паша, я же биолог Вот как получают каменный уголь Сколько стереотипов у меня вылезает Я тупил за это время Это же так страшно Ты пришла такая радостная, с палочкой Печальный вопрос Самое сексуальное, что есть в мужчине Я что, умный? Нет Котик Каждый день как праздник, что сложного, не знаю Три, четыре Привет, красотка! Моим гостем сегодня является Самый запрашиваемый человек, наверное Хотя нет, Ева Сори Сегодня у нас необычное видео Во-первых, потому что оно С таким потрясающим гостем, да Очень редким на моем канале Во-вторых, оно приурочено к нашей годовщине Точнее, как бы к годовщине празднования нашей свадьбы 18.08.18 И мы сегодня придумали такую интерактивную штучку Перед нами сейчас на столе лежат разные карточки Самые разные вопросы, которые касаются отношений Что-то здесь про конкретно наши отношения Что-то про наше видение А где-то здесь просто, типа, знаете Поиграй сейчас во что-нибудь Потом узнаете во что Кстати, наконец мы приготовили самое сладенькое Это секретные вопросы Друг от друга Друг к другу Короче, то, что мы еще вообще не знаем Не обсуждали Здесь не написано Это такая изюминка Поехали Давай на суефа, кто первый? Су-е-фа Я первая, получается Раз я проиграла, да? Они по цвету как-то отличаются? Нет, вообще нет Как тебе больше нравится, когда говорят Супруга или жена? Супруг или муж? Какая формулировка нравится больше? Мне нравится больше формулировка супруги Впервые я об этом, кстати, услышала, типа, обычная речь именно от Дениса Потому что так, как будто красивее, знаешь Ну а если попробовать какое-нибудь значение разобрать Супружество Пружина Су-е-то совместное Сопроводить, может быть, да? Сопружение Сопряжение Сопряжение Жена Женщина Муж Мужчина Так тоже нормально Так-то да Но немножко нет связи А супружество, они как будто Ну да, там как будто что-то отдельное Здесь вместе Вместе быть запряженными Запряженным Пахать вместе, короче В принципе, так и есть Вот и Паша Четыре года А, кстати, да Так-то мы в браке, я не сказала Четыре почти года Прям осталось буквально три месяца И будет четыре года от официального бракосочетания Но от празднования Три Разлуки в отношениях Это хорошо Но мне на самом деле кажется, что да И нам как будто не хватает разлук Потому что я всегда стараюсь Сам, по сути, еще на начальной стадии своей жизни Жить долго А, типа сейчас тебе? Три четыре года? Оптимистично Я понимаю, что я еще многое сам не пережил И опыта своего не хватает, чтобы это понять Поэтому зачастую я смотрю, что говорят уже умные люди Которые по 50, по 60, по 70, по 100 лет И они, конечно, все говорят, что для отношений всегда хороши расставания, разлуки Потому что вспомните любовь, почему она отчасти такая классная Потому что вы не все время вместе живете Вы все время на расстоянии хотите друг друга быстрее увидеть Вы можете соскучиться Снова романтично попереписываться Поэтому, мне кажется, даже нужно умышленно это делать Умышленно ехать Например, я поеду в свой Челябинск И не обязательно вместе ехать Могу один поехать Это прикольно Мы можем по видеосообщениям поболтать Соскучиться Но вначале кажется, что, блин, надо быть вместе Да, да, да Какая-то ревность появляется Какое-то неспокойствие У меня это было больше проявлено Я даже могла, типа, обидеться Это, мне кажется, в первую очередь нездоровое отношение к самой себе То есть это какая-то неуверенность, наверное, в себе же Что, типа, что-то произойдет, если мы будем не вместе Это, как, знаете, гиперопека над ребенком Подстилки везде сделать И ждать, пока он не упадет Или упадет тогда на подстилку Но это вообще не работает Пусть он лучше падает, набивает свои шишки А еще добавлю, что, мне кажется, для мужчин, для женщин Для девушки, парня Важно попадать в общество только парней Только девушек Ну да Потому что там совсем другие разговоры Там другая энергия Там реально подзаряжаетесь Когда встречаются там парами То это какие-то поверхностные обычно темы Например, встречаюсь с другом Он с женой Я с женой С супругой Только поговорили, да? Да, да, между прочим Опечатался И там все какие-то поверхностные темы Кто куда съездил Куда ходите А когда вдвоем Вы с другом вспоминаете какие-то моменты Это всегда глубже и интереснее Коричневый Как я выгодить Согласна ли ты С цитатой Аноре де Бальзака Или Аноре де Бальзака Это моя идея была Да Сразу про любовь найти Да, прикольно То есть Какое-то видение И ты такой говоришь Да, нет Любовь так плохо выносит домашние дрязги Что для прочного счастья Нужно найти друг у друга Выдающееся качество Да, я согласна Ну это как бы вот К слову о разлуках Да, то есть разлуки Это как антагонист быту По сути То есть здесь вы настолько Когда становитесь друг к другу Как вот Ну типа Есть пришел Не пришел Есть не есть Привычным Обычным Хотя я вот не знаю Слушай, здесь вот говорят Выдающиеся качества Если у меня их нет Ну то есть кажется Что нет По сути здесь работает Больше принятие того Кто с тобой рядом И ты видишь в нем Эти выдающиеся качества Даже если их особо нет Условно говоря Если бы ты был Мировым каким-то Признанным режиссером Ну допустим Все знают Что ты классный И я такая А, ну я тебя потерплю Из-за того Что у тебя выдающиеся качества Но не так же Ну это возможно Как доп такая сцепка Да, это доп Как будто здесь звучит Это очень нездорово А если у тебя будет Такой период жизни Когда ты вообще Не будешь выдающимся Ты будешь вот блин Таким какой ты есть И я тебя должна Таким тоже принимать Это, наверное, сложнее Это сложнее Это получается Как доп Такая внешняя мотивация Как cesa�а говорит Красная Классная Она говорит Касная Классная Классная Почему все женятся Радостные А по итогу Больше половины Разводятся Ваше мнение Хочешь я тебе с интонацией Почему все женятся Радостные А по итогу Больше половины Разводятся У нас сегодня все вопросы Про отношения Большинство, да По сути, вот тема Четыре года в браке наверное все что касается у нас есть по сути опыт долженить бы и мы можем размышлять но все теперь поймем куда попал можете вспомнить любую свою мотивацию любое радостное чувство которое есть вначале который потом угасает я же биолог там почти генетик микробиолог и есть всегда конечно некая химия вначале все кажется в розовых очках все эти фразы слышали все кажется намного лучше чем есть самом деле поэтому мне кажется те кто как раз таки находясь прямо сейчас в розовых очках быстро женятся они наверное делают чаще всего это вот вот такой внешний хотя по сути внутренней до мотивации гормональный но она как бы слепая да придумал для того чтобы просто вместе были они не просто переспали разошлись в биологии может быть да а сейчас мне кажется нужно это использовать для того чтобы вот эти три там четыре месяца полугода год у всех по разам это химия длится узнать друг друга хорошо а ты сделал мне предложение например розовых очках это было спустя 7 месяцев не может маленько не были лучше меньше у меня очень быстро проходит эндорфины мне кажется мне максимум там три месяца не были ты расстроилась нет значит это еще более осознанно это я могла там питать в облачках а я реально витала в облачках ты же мне сделала предложение в облаках вопрос то на самом деле даже в том что вообще такой большой процент разводов почему если под венец все уходят ты будешь любить меня так робо тогда другой вариант сейчас очень развит инстаграм все смотрят как у кого происходит все начинаем друг друга винить например что так мало зарабатываешь васька у олики зарабатывает больше да подожди допустим ездят постоянный фактор и убрать инстаграм раньше были там сплетни с девочками за и все думали переживали что у этой воли из третьего подъезда муж зарабатывать больше всегда был пункт сравнения что нужно делать внутренним людям чтобы не было такой статистики печальной это реально страшно ты представляешь такого просто просто женишься такая статистика страшная типы ты когда идешь под венец ты можешь это посмотреть цифры и здесь больше 50 процентов 55 либо 60 в последнем год и вообще в россии какой-то дикий 6 из 10 пар разведется и две такой я эти четыре все так думают наверное планы пойдем дальше будем о чем-то более приятного я надеюсь сколько мы все вопросы отвечаем на все или она все подряд что для тебя значит брак по сути сейчас очень сильное веяние есть что там жениться вообще не надо ну типа для кого это надо если ты уверен человек ты любишь его что сделает подпись в паспорте для меня брак это как наверное следующая ступень отношений может быть я такой человек для меня важна конечная цель я вообще не понимаю зачем я действую для чего если я не вижу конечно цели поэтому мне никогда не было отношений аля на неделю на две там наш хорошо провести время я этого не понимаю мне нужно чтобы я понимала к чему мы идем желательно идем вместе и вот брак это наверно как следующая ступень когда вы поняли что вы хотите с друг с другом жить ты заговорила про брак и дочь сразу пошел а ты что скажешь что для тебя брак то наверно все что я сказала все правильно не но наверно все равно у многих создания когда есть какая-то печать паспорте что это надежнее да ну и ты понимаешь да ведь это нифига не надежнее на самом деле на самом деле без разницы вот сюда капелька попала на зелененькую тебе попалась игра крокодил один раунд ты объясняешь кто не знает правило крокодил нужно пантомимой объяснить слово которое тебе показывается на экране наручники а ты кто да ты преступник бор грабитель стража тюремник как же они называются-то тот и сидит в тюрьме заключенный связаны чем-то ну типа уз брака узник и и на мойка мог объяснить как узник из кабана вот и разрядочка произошла немножко встряхнулись а то заумничали с философом согласно ли ты с цитатой николя дешамфорн тебя без стата сперва любовь потом брак сперва пламя потом дым такое сравнение пламени с любовью и дыма с браком то есть брак это по сути дым для автора я не согласна абсолютно причем же перегорела и да мне не нравится в этих всех нафиг правда что так бессильно обесценивать брак конечно с точки зрения эмоций кажется что так но почему в этих цитатах нет ничего про глубину почему ничего нет про то что ты учишься понимать себя это вообще огромная дорога уроков в твоей жизни короче эти фраза коли не нравится не коля можно просто мы коля а колян колян колледжо колледж сольфеджо а вот не на самом деле мне кажется нормальная фраза даже правильная вот смотрите реально любовь это эмоции такова эмоции это пламя все там горит готов на все хоть прыгнуть что потом дым и это понимаю как вот как получают каменный уголь нет не каменный уголь а древесный уголь берут древесину поджигают а начинает гореть но и тут же тушат также как тушится 1 эндорфин в формате жизни общей всей жизни там три-четыре-пять месяцев эндорфинов это очень мало до времени дальше это древесина она томится она должна без пламени томится и тогда она получается за какое-то время превращается в качественный такой энергетический товар интересный ты как это увидела и он получается стало ценнее окей ты уверен что этот николяда шамфор имел ввиду это просто это выглядит как какой-то облом жизни вообще дым это брак ну смотри самое главное вот в печке вот эти тирк печки чтобы дымило когда дымит значит еще горит и вот смотри ты видела когда-нибудь потухший пламень ты если хочешь ты можешь еще маленько подкинуть дров сюда подуть и снова разгорится да ты тогда вымезешь любую цитату даже если скажешь брак это отстой и ты такой давайте подумаем что такое отстой это отстойное что-то да 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 благодарство что должно произойти чтобы мы задумались о разводе печальный вопрос знаешь я хочу перед тем как мы вообще начнем отвечать сказать мое мнение на тему мыслей о разводе раньше я не допускала мыслей о разводе как мысли о смерти аля я не буду в этом думать потому что если произойдет это же так страшно и короче недавно психолог мне сказал что это намного хуже чем когда ты можешь спокойно об этом говорить потому что когда ты об этом спокойно говоришь ты как раз таки этого не боишься а где страх там навязчивые мысли где навязчивые мысли там твоя энергия где твоя энергия там твой фокус значит ты думаешь о разводе что ты болтаешь когда мой вопрос согласен давить вообще полезно думать о ком-то крахе то есть когда вы например представляете как ваш дорогой человек попал там в аварию например убился разбился у вас сразу внутри там что-то трепещет и вы начинаете оценить больше это полезно это хорошая практика которую многие рекомендуют есть наверное то же самое то что ты начала говорить если представлять что мы разведемся то сразу начинаешь думать блин какие причины к этому могут привести как этого не допустить что ты скажешь но если уж о причине развода не знаю конечно они могут в зависимости того сколько нам будет лет на коем и стадии могут быть разными но сейчас например я бы за измену захотел бы сразу развестись но я с тобой согласна не правда я с тобой согласна мне кашу до этого доходит когда уже куда да я только о я только хотел сказать о том что это все начинает развиваться еще до то есть до чего нужно довести отношения чтобы ты такой а измена окей разводка что все чувство это все чувствует скажи как ты ласково называешь партнера любимый котик согласен ли ты с цитаты артура шопенгауэр написал 3 хоть одна мне попалась дениться это значит на половину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности вот видишь но они все короче про что-то плохое и на самом деле это так если быть честным вот реально у тебя права становится меньше почему да потому что теперь ты не один принимаешь решение вы вместе принимать и вдвоем каждый второй раз может например у вашего супруга расходиться мнение если вы до этого думали а хочу и выходные поехать туда раньше вы могли взять и поехать а теперь вам нужно это обсудить да и вместе решить и обязанности тоже жили с мамой и никогда вам не нужно было готовить примеру а теперь хоп и нужен к примеру в чем беда таких фраз что люди которые думают о браке или вообще на такой стадии когда они встречаются а нафига мне тогда это все надо как бы суть в том что в этих цитатах вообще нет обратной стороны обратной стороны того что дает брак но я уже об этом говорила не только брак а вообще в целом глубокий это мой вообще правда я сам это хотел продолжить не ну а то и афоризм афоризм они короткие это цитата это его цитата он так считает во первых цитату какой-то человек вырвал для декста возможность контекста возможно удачи скажешь что да это так на самом деле чем больше у вас сложности и препятствия тем вы сильно вы знаете статистику интересную промокать многодетных семей что они счастливы да я отвечу на свой вопрос со своими статистиками другая цитата одного человека не знаю какого не помню спросили что по-вашему самое плохое для ребенка и он сказал сверх заботливые родители на самом деле так что делать сверх заботливые родители они избавляют ребенка полностью от всех трудностей и от всех препятствий они все за него делают на нему целый сценарий жизни рисуют соответственно когда ребенок сам не попадает всякие передряги ситуации за него все решено то он вырастает беспомощным эти дети не выносят неопределенности это очень плохо почему к этому вообще перешел а к тому что трудности всегда лучше и здесь тоже самое тут получается задуман что там получается когда вы вместе у вас конечно есть трудности но вы быстрее развивайтесь вы взрослете все ты закончил нам все отлично хочешь добавить нет ну я согласна видишь нормально чтобы ты выбрала твой партнер обожает играть в компьютерные игры твой партнер обожает тусить в клубах как бы из этих двух я бы выбрала конечно чтобы ты лучше в компы играл опять же в клубах что у меня такая сколько стереотипов у меня вылезает ну да ты меняешь клубах сразу будут там тусить гулять с кем-то противоположным полом что смотря он там делает тусить в клубах то есть он туда выходит танцевать допустим ты не очень любишь танцевать прямо знаешь на там на публику там куда-то но если ты любил а я тебя такая не ходи да нет я бы сказал типа если тебе хочется иди я себя вспоминаю я очень не часто был клубах почему-то не очень их любил но когда я туда приходил и наоборот становился лучше почему потому что до приходил туда например попробовать познакомиться девушкой и я получается боролся с собой мне было дискомфортно как-то вообще особенно в начале и я как раз таки перешагивал через дискомфорт я развивался вот они трудности были ты офигел что ли у нас вопрос о том что ты уже мой партнер тебе не с кем знакомиться не надо уже до я вспоминаю и получается меня это развивало то есть сейчас я как бы будущее с тобой в отношениях до конца жизни у меня конечно нет желания ну я можешь и танцевать не сильно люблю так вот и продолжим в клубах меня почему-то это развивало а компьютерные игры у меня было два три раза в жизни такая как раз таки зависимость да я садился не горилл клёва игра садился поиграть а потом через два месяца создавал что дофига времени потратил я тупил за это время самый счастливый период момент за эти четыре года любимый каждый день собой самый счастливый период за эти четыре года ладно у меня есть ответ ты готовилась нет я только что придумал вспоминаю сразу к это пришла такая не два момента первый когда мы с тобой только увиделись когда ты стоял еще то что ты не признаешь и сумкой размахивала так вот меня ждала в пульбейкере когда я приехал это очень слюн а второй мы уже были вместе мы уже женились и ты пришла такая радостная с палочкой с этой что мы ждем ребёночка ну тоже но именно . 3 эмоции почему-то эти там ты уже готовишь и ты знаешь там схватки они никак фильма показывают началось и вылезло вот они длятся там часами там это 17 часов рожала вот именно когда первый раз увидела еву и мы были все вместе втроем в этой палате я сразу и кстати да вот это же когда уже когда она вот ты ты представляешь ты видишь продолжение нашего рода как я счастлива что есть сейчас партнерские роды что все-таки как бы мужчины хотят принимать участие и вообще видят в этом не только смысл типа в ноги она так хочет а свое желание потому что проходить через это вместе это невероятно ожидания реальность в браке было ли у нас такое когда думаешь скажу что у тебя стрелки красиво и сережки учишься 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 как первая наша встреча так это улыбка особенно становится я скажу что у меня ожидания даже хуже были хорошо сейчас объясню видимо из-за вот этих всех цитат из-за всех этих комедийных всяких выступлений у меня отношение к беременности к ребенку в целом к браку было такое я там себя растеряю вот так вот конечно ты что так что же у меня предложить три варианта как провести свидание с мужем жена первое сходить обязательно порисовать ну или другой творческое занятие подготовить может интересно на всех класса подготовка это какой это даже будет лучше потому что когда мы рисовали мы были да в творчество понравилось но раздельно да а вот вместе делать особенно если у вас уже этот эндорфиновый момент прошел возьмите что-то что дает аналог эндорфинов эмоции имею ввиду что-то экстремальное что-то необычное интересное сходите в какой-нибудь парк развлечений повеселитесь вас тоже это объединит вы будете вместе сидеть в какой-нибудь кабинке орать веселиться это тоже круто и третья идея а играть в игры на завтраке да сходите в новое место на свидание на завтрак тоже обычно всех привычными знаходят собирайте выберу тоже много всяких игр пока у нас у меня есть актуальная в stories игры называется и видео на канале записывайтесь и посмотрите первое что тебе понравилось в супруге вот самое первое это я еще тогда беру даже не встречу общение в телеграме потому что мы общались больше по работе и первое самое что мне понравилось это конечно интеллект я вообще считаю что ум это самое сексуальное что есть мужчине что умный а что тебе первое понравилось в супруге что в тебе первое мне больше вот еще до общения получается какая-то красивая она нашу ли так посмотрите какая была сыгра алис в алисе нужно объяснить слово не употребляя однокоренных слов то есть любыми другими словами маленькое животное хорек да нет по-другому домашние маленькая ножка такой же на эту же хомяк да у них катает ешься на катке да как ролик бы долина забыл кайки да у нас это я выделяю скула да ею можно шить нитка и игла в школе с у доски стоит она она учительница да сын и дочь вот отсюда обувь такая на каблучке они обязательно да перевернуть одну страница ты не пришел в школу это был нет прогул да ты несешь какой-то бред да бедняк и богач лэйс лэйс чипсы овсяная каша ты говоришь собаки нет собаки да кидаешь палку и хватит нет это такая команда да будет я успела короче последнее слово если время закончилось можно не спешить объяснять хоть сколько ты ходишь на каждый день на работу да он работник ну вот по-другому чуть работящий нет он такой больше просто называется еще такой просто рабочий до 15 молодец и последняя карточка моя и переходим к секретным вопросам что самое сложное прекрасное завершение что самое сложное было за эти четыре года ой каждый день как праздник что сложного не знаю ходить на съемки постоянно самое сложное это признание своих убеждений на тему брака и вообще отношений и работа над ними то есть убеждения которые у меня там сложились из моей семьи и вот это разрушение карточного домика когда я понимаю что а можно по-другому и нужно то по-другому ну это нет не то что нужно нет нужно вы создаете свое нужно сами то случается по-другому самосложно это вот принять да наверно принятие когда происходит принятие она же в первую очередь как происходит ты принимаешь первую очередь себя то есть если ты не можешь принять остальных постоянно думаешь его надо поменяться ему надо поменяться значит и себя не принимаешь это первую очередь к секретным вопросам вопросы под звездочкой что ты скажешь еве и другим нашим детям когда тебе будет 100 лет ооо такой милый вопрос у меня вы знали какой а тебе значит 110 ты будешь жив он отоплен антон что-то мне кажется вопрос он с логической какой-то ошибкой то есть как можно сказать то что ты скажешь если ты еще не прожила и не знаешь вот как давай переиначим ладно допустим тебе сейчас 15 тебе говорят что-то скажешь потом своим зрителям когда когда тебе будет 20 и 20 мне 24 будет скоте будет 24 чтобы за лицо сердце меньше говорите больше делайте если ищите себя то ищите не в теории а в практике то это сказал мотивацию куда но при этом через прожит опыт вещи легко было сделать 100 лет я скажу то что я скажу в 100 лет вот 77 лет не отписывайтесь и мы с ним видео где ты расскажешь окей мой вопрос он не такой философский он больше такой приземленный и реальный если я умру раньше тебя и вот здесь вот такой такая сейчас концовка ты будешь счастлив и не в том что когда я умру а когда я умру до будешь ли ты искать свое счастье там в другой женщине найдешь ли ты себя снова понятно на первые годы это вообще трагедии возможно и надеюсь я у тебя осталась навсегда в сердце и так далее вы тоже после меня я буду очень расстроен опять же знаю по других людей буду понимать что если будешь в этом как бы зарываться и всю жизнь проводить это будет плохо всем твоим окружающим детям родителям и конечно надо найти силы и не знаю нет это мне захочется может новый союз иметь не взять там другая женщина я просто хочу тебе сказать я просто придумаю все конечно легенду почему-то произошло для чего это и как это легенда прощение ли мы слушали но это я это легенды назвал я просто какой-то смысл найду это в него поверю даже если он выдумка и просто появятся силы дальше двигаться на школу спиняются да и слышу немножко на самом деле я рада таком ответа потому что однажды по моему я что-то такую дочку закинула и денис сказал я вообще другой женщины больше никогда бы не хотел в ревности нет женщине которая могла бы быть после меня то есть любовь она в том и проявляется что ты хочешь чтобы человек другой был счастлив а я не буду счастлива, если он до конца жизни будет ставить мою фотографию в рамочку, держать перед кроватью, говорить мне спокойной ночи и страдать от этого. Другое дело, если тебе не захочется этого, да, ну то есть просто ты такой, не хочу, и ушел там в свое дело или в детей, или в творчество какое-то, но если тебе захочется, ты просто знай, я сверху на тебя не обижусь. Любую, мой. Ну ладно, разбавимся ситуацией. Еще один вопросик. Скажи, что общего у меня и у лампочки? Это вообще легко. Вы оба отдаете энергию. Да. Ты вообще дикий энергайзер. Что еще? Мне мало. Сколько? А, нужно тебя нахвалить, да? Тебе же тепло, потому что с тобой так тепло, любым. Тепло, светом. Свет, да. Давай тогда я второй вопрос, который я тоже составила. Ну давай, до самых выносливых. Да. Что я поменяла в твоем мировоззрении, если поменяла? Более спокойным стал, потому что ты спокойная. То есть я больше, наверное, у тебя что-то взял. Я спокойная? Да. Ну все равно спокойнее. Более терпимым стал благодаря тебе. Лучше говорить на камеру. Раньше вообще не умел. Вот. Давайте выпьем сейчас. Возьмите, пожалуйста, вашу водичку. Я знаю, что вы пьете. Отчеркнемся за... За любовь. За любовь. В отношениях. Да, вообще за любовь. Любовь спасет мир. Ждите следующее видео совместно с Денисом. Ну, то есть не следующее, а вообще следующее с Денисом о финансах. Потому что это очень запрашиваемо. Спасибо тебе за участие в моем видео. Яркой жизни. Такой же яркой, как твои стрелочки. Снято. Снято.